Привет, это Екатерина Шаленина и мы продолжаем тему артериальной гипертензии. В этом видео подробно разберем 5 групп препаратов, рекомендованных для лечения артериальной гипертензии. Это бета-атроноблокаторы, ингибиторы ЭПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, тиозидные диуретики и блокаторы медленных картиковых каналов. В предыдущем видео мы говорили про основные принципы лечения артериальной гипертензии, а именно про стрессификацию риска по шкале СКОР и про ступенчатый подход к фармакотерапии артериальной гипертензии. Напомню, что для пациентов с низким и умеренным риском в сердечно-сосудистых событиях по шкале СКОР первым этапом лечения будет коррекция образа жизни, и лишь при недостаточной эффективности этих мер будет показано начало медикаментозной терапии. Если у пациента уже имеется высокий или очень высокий риск, то назначение одного из антигипертензивных препаратов необходимо начать сразу. Вначале видим монотерапию. При неэффективности необходимо добавить второй препарат, и при неэффективности двух препаратов мы можем добавить третий. Если комбинация трех антигипертензивных препаратов, один из которых диуретик, не помогает снизить давление, то следует заподозрить либо низкую комплентность пациента, либо вторичную гипертензию. О них мы говорили в первой части. Для лечения артериальной гипертензии рекомендовано пять классов препаратов. Они перед вами. И теперь мы подробно поговорим про каждый из них. Бета-адреноблокаторы. Являются конкурентными антагонистами катихоламинов в отношении бета-адренорецепторов. То есть они препятствуют действию симпатической нервной системы на сердце, сосуды, юкстагломеральный аппарат почек и бронхи. Действие бета-адреноблокаторов на сердечно-сосудистую систему связано в основном с блокадой бета-1 адренорецепторов. В результате снижается частота и сила сердечных сокращений, и также падает общее периферическое сопротивление сосудов. Последний эффект является результатом снижения секреции ренина почками вследствие блокады бета-1 рецепторов юкстагломерлярного аппарата. Экстракардиальные эффекты бета-адреноблокаторов связаны в основном с блокадой бета-2 адренорецепторов. К ним относятся бронхоспазм, снижение скорости глюкольза, отсюда побочное действие гипогликемия, повышение тонуса матки и отсюда угроза преждевременных родов. Собственно, по этой причине существуют кардиоселективные бета-адреноблокаторы, которые действуют преимущественно на бета-1 рецепторы, это метапролол, атенолол, бисопролол, небивалол. У этих препаратов гораздо менее выражено бета-2 блокирующее действие, а значит они вызывают меньше побочных эффектов. И есть неселективные бета-адреноблокаторы, которые блокируют как бета-1, так и бета-2 рецепторы. К ним относятся карвидилол, саталол, тималол. Небивалол и карвидилол также проявляют прямое вазодилатирующее действие за счет высвобождения оксида азота компонентом небивалола и альфа-блокирующего действия карвидилола. Показаниями для применения бета-адреноблокаторов являются гипертоническая болезнь и шимическая болезнь сердца. За счет отрицательного инотропного действия они уменьшают потребность миокарда в кислороде, а за счет отрицательного хронотропного увеличивают время диастела, а значит доставку кислорода кардиомиоцитом. Хроническая сердечная недостаточность. Благодаря тем же эффектам бета-адреноблокаторы улучшают выживаемость пациентов с ХСМ. Тахиаритмия. За счет их отрицательного хроно- и бетматропного действия. К нежелательным эффектам бета-адреноблокаторов относятся бронхоспазм, гипогликемия. Стоит помнить, что за счет их антагонизма с симпатической нервной системой бета-адреноблокаторы могут маскировать симптомы гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом. Преждевременные роды, расстройство ЖКТ, брадикардия и атеровентрикулярный блок и эффект рикошета, то есть сильное повышение артериального давления в ответ на резкую отмену препарата. Поэтому при отмене бета-адреноблокаторов дозу следует снижать постепенно. К противопоказаниям бета-адреноблокаторов относятся бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого течения из-за риска развития бронхоспазма, атеровентрикулярная блокада из-за выраженного отрицательного хронотропного действия, острая сердечная недостаточность из-за отрицательного инотропного действия, которое может привести к развитию кардиогенного шока, ишемическая артериопатия нижних конечностей и синдром Рейно из-за периферической вазоконстрикции вследствие бета-2 блокирующего действия. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Как вы знаете, в почках есть анатомическая область, которая называется югстаглумерлярный аппарат, юга, клетки которого вырабатывает ренин. Посмотрим, как это работает. Если в приносящей почечной артериоле снижается давление, то почки думают, что случилось что-то опасное, например, кровопотери, и отвечают на это повышением выработки ренина. Ренин превращает ангиотензиноген в ангиотензин-1, который под действием ангиотензин превращающего фермента превращается в ангиотензин-2. Напомню, что ангиотензин-2 это самое мощное сосудосуживающее вещество в нашем организме. Таким образом, секрет саренина приводит к повышению общего сосудистого сопротивления и повышению давления. Ингибиторы АПФ блокируют АПФ и не дают ему превращать ангиотензин-1 в ангиотензин-2. Таким образом, общее периферическое сосудистое сопротивление падает и артериальное давление снижается. Это препараты эналаприл, лизинаприл, фазинаприл, каптаприл, которые все заканчиваются на прил, поэтому легко запомнить. К показаниям для назначения ингибиторов АПФ относятся артериальная гипертензия, ИБС и инфаркт миокарда, поскольку они уменьшают ремоделяцию, то есть фиброз миокарда, тем самым оказывая кардиопротективное действие. Хроническая сердечная недостаточность, поскольку ингибиторы АПФ уменьшают преднагрузку, то есть венозный возврат, и постнагрузку на сердце, то есть общее периферическое сопротивление сосудов. Диабетическая нефропатия. Ингибиторы АПФ уменьшают протеинурию и тем самым оказывают невропротективное действие. К побочным эффектам относятся сухой кашель, и при развитии данного побочного эффекта достаточно заменить ингибиторы АПФ на блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Ортостатическая гипотензия. Головная боль, головокружение, тошнота. И ангионевротический отек или отек к венке. К противопоказаниям относятся беременность. Ингибиторы АПФ чрезвычайно тератогенные, и их ни при каких условиях нельзя назначать беременным женщинам. Билатеральный стеноз почечных артерий. Гиперкалиемия. Эти оклинки в анамнезе. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Ирисартаны. К ним относятся вальсартан, ирписартан, кандисартан. По своему профилю, безопасности, эффективности, эта группа практически аналогична ингибиторам АПФ, и поэтому их фактически используют как взаимозаменяемые препараты. Механизм действия следует из названия. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов блокируют ангиотензиновые рецепторы первого типа в сосудистой стенке, и тем самым предотвращают вазоконструктивное действие ангиотензина-2. Большой плюс этой группы – это удобство их применения. Приема один раз в сутки достаточно, чтобы обеспечить хороший гипотензивный эффект в течение 24 часов, и они одинаково эффективны, независимо от пола и возраста. К побочным эффектам относятся аутостатическая гипотензия и печеночная недостаточность. Следует отметить, что они встречаются достаточно редко. Противопоказания у блокадров ангиотензиновых рецепторов такие же, как у ингибиторов АПФ. Плюс почечная и печеночная недостаточность. Блокаторы медленных кальциевых каналов. Препараты этой группы избирательно блокируют потенциал зависимые кальциевые каналы, приводя к расширению коронарных сосудов и уменьшению общего сосудистого сопротивления. Также блокаторы медленных кальциевых каналов могут снижать частоту сердечных сокращений за счет блокады кальциевых каналов, проводящей системой сердца. Выделяют две группы. Это дигидроперидиновые блокаторы медленных кальциевых каналов, которые действуют преимущественно на сосуды и мало влияют на работу сердца. К ним относятся амлодипин, некардипин, немодипин и неодигидроперидиновые, то есть которые в равной степени действуют и на сосуды и на сердце. Они же брадикенизирующие, поскольку проявляют отрицательное хроно- и инотропное действие. Веропамил, дилтиазен. К показаниям для назначения блокаторов медленных кальциевых каналов относятся гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, суправентрикулярные тахиаритмии и стенокардия принцметалла, так как основа ее патогеназа составляет вазоспазм коронарных сосудов. К побочным эффектам относятся отеки ног, и стоит отметить, что это побочное действие встречается часто, ортостатическая гипотензия, атеровентрикулярные блокады и функциональное расстройство ЖКТ. К противопоказаниям относятся сердечные блокады, атеровентрикулярный блок или блокады ножек пучка ГИСа, беременность и лактация. Тиазидные диуретики. К этой группе относятся препараты гидрохлортиазид и эндопамид. Механизм их действия связан с нарушением реабсорбции натрия в дистальном отделе извитых канальцев. Соответственно, увеличивается натрия в раз, а след за натрием всегда идет вода, таким образом происходит постепенное уменьшение объема циркулирующей жидкости. Также тиазидные диуретики увеличивают калиурез и снижают кальциурез. Показания к их применению это гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность и нефролитиаз с гиперкальциурией. К побочным эффектам относятся гипонатриемия, гипокалиемия, гиперурикемия и нарушение толерантности к глюкозе. А к противопоказаниям аллергия на сульфаниламиды, тяжелая почечная недостаточность, гипокалиемия, цирроз печени и беременность. Теперь несколько слов про выбор антигипертензивных препаратов у отдельных категорий пациентов. Если речь идет о монотерапии, то пожилым людям рекомендуется назначать или блокаторы кальциевых каналов, или тиазидные диуретики. При этом стоит помнить, что целевым значением для пожилых людей является систолическое давление ниже 150, а не 140, как у людей более молодого возраста. Пациентам с сахарным диабетом или заболеваниями почек рекомендованы ингибиторы АПФ или сортаны, благодаря их невропротективному действию. Препаратом выбора у беременных является метилдопа. Это центральный альфа-адреномиметик, который снижает активность сосуды двигательного центра и тем самым уменьшает общее периферическое сопротивление сосудов. Менее желательно, но все же можно при беременности назначать бета-адреноблокаторы, за исключением третьего триместра, поскольку они могут вызвать преждевременные роды. Для биотерапии и тройной терапии нужно внимательно выбирать комбинации антигипертензивных препаратов. Безопасные и эффективные комбинации представлены вот на этой схеме. Главное правило – ни при каких обстоятельствах нельзя комбинировать ингибиторы АПФ и БРА, поскольку это нарушает почечную гемодинамику и приводит к развитию острой почечной недостаточности. Все остальные комбинации допускаются. Для биотерапии рекомендованы тиозидный диуретик плюс любой из препаратов другой группы, а также сочетание бета-блокаторов и антагониста кальциевых каналов. Для тройной терапии золотым стандартом является бета-адреноблокатор плюс ингибитор АПФ или антагонист кальциевых каналов плюс тиозидный диуретик. Часто в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии используют ингибиторы АПФ. Это обусловлено и хорошим профилем безопасности и эффективности, а также кардиопротективным и нефротективным свойствами. И последнее, о чем мы поговорим, это лечение гипертонического криза. По определению, гипертонический криз – это повышение систолического артериального давления выше 180, диастолического – выше 110. Это нечастое осложнение гипертонической болезни, но крайне опасное и относится к ургентным состояниям, поскольку в этот момент во много раз повышается риск развития сосудистых осложнений, инсульта и инфаркта. Лечение гипертонического криза необходимо начать незамедлительно, но при этом давление следует снижать постепенно. Для лечения гипертонического криза рекомендованы препараты с быстрым началом действия. Это ингибиторы АПФ – каптаприл, бета-адреноблокаторы – корвидилол и пропронолол, блокаторы медленных кальциевых каналов – нефетипин, однако стоит помнить, что этот препарат вызывает рефлекторную тахикардию и может усугубить состояние пациентов с сердечной патологией. Блокаторы периферических альфа-адренорецепторов – прозазин и урапидил. После начала лечения артериальное давление следует измерять каждые 15 минут, поскольку опасно как слишком медленное, так и слишком резкое снижение артериального давления. Рекомендуемый темп – это уменьшение систолического до 160 в течение первых 2-3 часов с последующим уменьшением до нормальных значений в течение еще 2 часов. Итак, мы разобрали 5 групп препаратов, рекомендованных для лечения артериальной гипертензии. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Я всегда рада услышать ваши вопросы и комментарии. Впереди планируется еще несколько видео разборов по кардиологии, ИБС, острый коронарный синдром, сердечная недостаточность, после чего мы перейдем к пульмонологии. И начнем с разбора последних рекомендаций по лечению бронхиальной астмы и хобл.